МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, я Микела. А я Хрюша. И мы обожаем музыку. Самые классные песни и клипы. Секреты успеха звёзд. Всё о музыке и даже больше. Только в Муз-Токе! Смотри сегодня. Свистулька. Детская игрушка или музыкальный инструмент? Из чего можно смастерить его? И в чём секрет звучания клавесина? Впереди Муз-Ток. Не переключайся. Хрюш, ты собираешься что-то слепить? Да. Свистульку. Из пластилина? Да. Я прочитал в интернете, что из пластилина можно сделать настоящую свистульку. Не хуже, чем из глины. Ничего себе, я не знала. Ха-ха! Вот видишь, я тоже умею удивлять. А чтобы лучше разобраться в вопросе, я попросил наших корреспондентов снять сюжет о свистульках. Хочешь посмотреть? Конечно, хочу. И я уверена, что нашим зрителям тоже будет очень интересно. И малыши, и взрослые знают, что такое свистулька. Это маленький и очень простой музыкальный инструмент. А вам известно, что свистульки бывают разными? Нет? Сейчас расскажем. Ой, как много тут всяких свистулек. И все они свистят? А скажи, а вот это вот на что похоже? Очень похоже на морковку. Эти свистульки, вот это овечка. Вот это, которое похоже на морковку. А еще у нас есть, вот смотри, на что похоже вот это. А это похоже на кувшинчик. Вот это все окорины. Окорины? Есть такая глина. Окорина. Ее вылепливает специальный мастер из глины. Вот это в Италии сделали. Это сделали в городе Боровск. У нас. Под словом свистулька обычно понимают любой свистящий инструмент. На Руси свистульки появились около 10 века. В разных регионах гончары лепили свистки. Сегодня современные свистульки используют в качестве игрушек. А какие еще бывают свистки? Ну, еще есть, смотри, такой свисток, который сделан из кусочка пластика. Он может не только играть, он еще может просто похулиганить. Похулиганить? Ой-ой-ой-ой, а как? Вот смотри, Степашка, у кого-нибудь что-нибудь было. А теперь этого у человека нет. Того, что у него было. У него это что сделали? А, я понял! Свистнули! Глиняные свистульки часто лепят в форме животных. В виде оленей, птиц, коней, собак. А иногда и выдуманных животных. После обжига и сушки свистульку из глины раскрашивают. А деревянные свистульки вырезают вручную. Чаще всего из липы. Мы забыли самое важное, деревянная флейта, блок флейта. Вот этот блок как раз и есть свисток, смотри. Ого, получается, что флейта это тоже свисток. Я даже не представлял. Если просто свисток, то он просто свистит себе и свистит. А какой свисток самый большой? Инструменты бывают разные, в том числе из тех, которые придумал сам. Вот видишь, есть такой большой-большой свисток. Сегодня мы узнали, что свистулька это старинный духовой музыкальный инструмент. Он может быть каким угодно. И маленьким, и большим. Из пластика, глины, дерева. На нём можно просвистеть простую мелодию. Было очень весело слушать все эти свистки. До скорой встречи! Ой, когда я слышу звуки пианино, мне кажется, что это мой любимый инструмент. Так почему бы тебе самому не научиться играть? Когда мне говорят, что нужно научиться, я сразу вспоминаю, что мой любимый инструмент – это барабаны. Ну, игре на барабане тоже нужно учиться, и ты это прекрасно знаешь. Знаю, знаю. А вот мне интересно, а когда изобрели фортепиано? В начале 18 века. Ого! По музыкальным меркам это совсем недавно. А на чём играли до этого? На клавесине. До появления фортепиано он был самым популярным инструментом. Давай посмотрим о нём сюжет. Давай. Всем привет! Говорят, что звуки этого инструмента могут перенести слушателя в другую эпоху. Этот инструмент называется клавесин. У этого инструмента в разных странах разные названия были. В Германии он назывался кильфлюгель. В Англии он назывался харпсикорд. В Италии – чембало, а во Франции – клавесин. И, собственно, это название французское и перешло потом в российское – клавесин. А кто придумал этот инструмент? Самое первое упоминание о клавесине где-то 600 с лишним лет назад было. Поэтому точно мы не можем сказать, кто его придумал. Но уже ближе к XVIII веку клавесины стали делать конкретные мастера. Старинные клавесины делали из дорогих сортов дерева. Клавиши покрывали пластинками из панциря черепахи. Или перламутра и украшали драгоценными камнями. Каждый мастер вместо подписи оставлял на своём творении розетку, как особый знак отличия. Есть ещё кое-что интересное, что я хотела тебе показать. Что? На клавесине можно изобразить струнно-щипковый инструмент лютни. Есть даже специальный такой регистр. Такая планочка, да, с небольшими такими штучками фетровыми, которые помогают нам создать эффект лютниевого звучания. Этот инструмент можно отнести как к клавишным, так и к струнно-щипковым. Знаешь почему? Нет, не знаю. Потому что нажимаем мы с тобой на клавиши, а звучат у нас струны. Ну ничего себе! А для чего у клавесины две клавиатуры? На самом деле, поскольку это у нас струнно-щипковый инструмент, если мы с тобой заглянем внутрь, у нас каждая струна, когда цепляет вот такую палочку, которая называется толкач, цепляется вот этим маленьким беленьким плектором. Когда мы с тобой нажимаем на клавишу, у нас цепляется только одна струна. В отличие от пианино, клавесин может играть только тихо или громко. Звук не может меняться плавно, поэтому другие регистры на клавесине включаются при помощи ручных переключателей и рычажков. Для клавесина писали композиторы очень часто именно танцевальную музыку. Еще были французские композиторы, которые писали музыку, скажем так, программную. Что это такое? Они давали название, которое уже определяло, что мы сейчас с вами услышим. Это были разные названия. Например, нежная, например, хитрая, например, кокетка. А еще иногда называли по разным животным, птицам и прочим. Вот сейчас попробуй угадать, про кого была эта пьеса. Ку-ку-ку-ку-кушка! Совершенно верно! Клавесин сейчас очень часто используется именно для стилизации под эпоху барокко, под ту самую старинную эпоху. И если мы с вами смотрим какие-то фильмы или мультики, и мы слышим там звук клавесина, это сразу отправляет нас далеко-далеко в ту самую эпоху. Вот так чудеса! Я как будто побывал на балу или на приеме у королевы. У клавесина такое красивое звучание, мне очень понравилось. А на сегодня все. Слушай музыку. И смотри Мусток на следующей неделе. Обещаем, будет интересно. Пока-пока!